Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой продолжаем смотреть, как продолжение уничтожили ФНАФ. Ссылочка на предыдущий видос в описании, обязательно посмотри, потому что это вторая часть реакции, потому что видос идёт 27 минут, а у меня уже прошлые 13 минут превратились в 20 минут. Поэтому да, мне есть много чего сказать, мы об этом с тобой всё обсуждаем, поэтому поехали! Продолжаем смотреть, посмотри предыдущую серию обязательно! И мы остановились на том, что... ...был приближено к реальности и от того... ...про фиолетового парня. И это ж надо было умудриться слить такого интересного персонажа. Ну да. Но погодите. В Систер Локейшн есть секретная катсцена, где Майкл Автор, сын Уильяма Автора, как бы разговаривает со своим отцом. Говорит, сделал, значит, всё, как ты просил, нашёл всех, кого надо и выпустил. И вот тут важный момент. Я должен был умереть, но не умер. И далее голос становится апатизированным. То есть, всё, что нам показали в этой игре, случилось с сыном Уильяма Автора. А фиолетовых людей теперь двое. Ну, так фиолетовый парень и розовый парень, получается, это... Он просто решил поддержать эту теорию. Это чуть-чуть делает ситуацию лучше, но... Не, а во ФНАФе втором же были теории про фиолетового парня, розового парня. И вот он решил подработать всё это и использовать, я думаю. У меня к тебе вопрос. У тебя был знаковый персонаж злодей, которого ты всегда обозначал в виде фиолетового... Их было два! Ну, по крайней мере. Он решил это использовать. На кой чёрт ты берёшь тот же образ убийцы и делаешь из него совершенно другого персонажа, который уже и положительный? Это же Диг Биллисон. Как мне кажется, такая путаница не была задумана изначально. И по первоначальной задумке Скотта Коуттона, фиолетовый человек был один. И этот парень из мини-игры Уильям Афтон. Дело в том, что параллельно с пятой частью Скотт работал ещё и над книгой. Да, там есть книга, которая, по его словам, частично канон. Ну вообще, вот это вот частично канон вообще бред. Я помню, когда я читал... Опа, видос замонтируется. Я помню, когда я читал, я такой типа... Чего? В смысле частично канон? Как это частично? Он сначала говорил, что это вообще не канон и не имеет никакого отношения к вселенной ФНАФа. А потом внезапно, оп, имеет. Уильям Афтон описывался как худой человек со стеклянными, будто механическими глазами и странными телодвижениями, как будто он совсем не двигает мышцами. Затем... Ну так это же после того, как в него вселился аниматроник. Поняв, какую сюжетную дыру он сотворил, Скотт переделал сюжет под Майкла Афтона, породив этим ходом ещё больше вопросов. На полном серьёзе среди фанатов гуляет теория, что Майкл – это тот самый укушенный мальчик, которому батя сделал новое роботизированное тело. И именно поэтому он не умер после того, как Эннард в него залез. Работа над шестой частью у скаута Коптона шла тяжело. Несколько раз он забрасывал проект, а у себя на странице в стиме писал, что, ну, уже не придёт делать в нахуй, уже не хочется. Возможно, ему самому не нравилось, в какую клоаку он завёл сюжет с пятой частью. Однако, в любом случае, надо было закончить начатое и выпустить Гранд Финдарк. Сколько ж уже этих финалов? ФНАФ 4 был финалов, ФНАФ 5 был финалов, ФНАФ 6 был финалов. А теперь у нас на 8. Поначалу может показаться, что это очередной розыгрыш от Скотта, коими он уже грешил. Название, весёлое оформление, геймплей поначалу, как типичная стратежка из серии Алавар. А ещё этот шикарный Мишка, крутость которого зашкаливает. Закупать не очень, выкинуть. В чём суть игры? Мы содержим свой ресторан, получаем с него прибыль, закупаем новых аниматроников и декораций, короче, ведём серьёзные дела. Но, конечно же, куда нам без хоррорной составляющей? Кто же нас будет пугать? Вот этот слон, бегемот или же оригинальный квартет аниматроников? Нет, конечно. Всё дело в том, что удивительным образом за нашей пиццерией на мусорке постоянно будут появляться... В смысле, так свон, бегемот тоже нападают, нет? ...за раздолбанной аниматроники. И мы такие, о, двухметровый железный монстр. В дом, в дом, всё в дом. И тут начинается настоящий геймплей. Маленький офис, никаких камер. И куча вентиляций. Эпичнейший финал ФНАФа, в котором за нами будут охотиться. Молтон Фредди, Лэпти, Скраб Бэйби и, конечно же, Скраб Трап. Кто все эти люди? Так, давайте разбираться, кто есть кто. Помните Эннарда, которого до этого срыгнули в канализацию? Молтон Фредди это то, что от него осталось. Дело в том, что внутри Эннарда произошли беды с башкой. Бэйби не поделила что-то с остальными и её выстрелили с этой общаги. Ха-ха-ха, нормально. Ну а на шо? Дай бог не дура. Сделала себе новое тело из мусора. Логично. Зайбись. Как они могли просто не поделить, в смысле? Логично. Скраб Трап, это... О, господи, Уильям, что они с тобой сделали? Нет, ну был же нормальный Спринг Трап. Да. Такой жутковатый, нормальный такой чёрт. Так какого фига Скотт решил переделывать его под Джимми Нейтрон? Это его моделька? Это его моделька? Чё за говно? Не, серьёзно, а чё за отстой? Я даже не присматривался к тому, насколько это... Да, Скотт решил переделывать его... Мне больше нравится Спринг Трап в третьей части. Напиши в комментах, тебе больше этот нравится или... Под Джимми Нейтрон. Войди! 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 А вот это, короче, Фредди, только чёрный. А ещё там марионетка внутри сидит. Скотт прям молодец, таких персонажей подобрал. С такими только франшизу и завершаю. Ну да. Конечно же, конечно же, всё не просто так. ФНАФ не был бы ФНАФом без секретной истории на фоне, которая больше не подаётся тут совсем в лоб, но всё ещё непонятно. Бывший партнёр Уильяма Афтона и по совместительству создатель всех аниматроников Генри хочет изменить ошибки прошлого и навсегда убрать с лица земли оставшихся аниматроников. Для этого он создаёт фейковую пиццерию и с помощью какого-то особого сигнала призывает последних одержимых роботов. Собственно, поэтому они и появляются периодически на мусорке. Охранником он нанимает уже знакомого... Ну вот эта идея, кстати, вот с этими аниматрониками, которые сидят с тобой за столом, реально крутая. К этому они и появляются периодически на мусорке. Охранником он нанимает уже знакомого нам полутрупа, полукиборга, полупокера Майкла. Загнав всю эту банду в одно место, Он запирает двери и устраивает попутно рассказав что марионетка его дочь генри также сгорает пожаре как и майкл и вроде как после этого все души наконец обрели уильям авто но они у вас а все остальные как-то мило но не эти ли джентльмены убили как минимум четверых в предыдущей игре одного нашли мертвым вентиляции двоих повесили а нашего главного героя расчленили чисто по вообще-то да и это была последняя сюжетная часть вообще-то да не она и не думаю что там там вроде где не было скажут что они конкретно куда отправились в рай ватт ощущается лишь что вся эта санта-барбара с внезапно появившимся генри роботом сыном зомби и спагетти терминаторами имеет что-то общее спагетти терминаторы блять вообще с оригинальными четырьмя играми а вообще нет первые четыре части и так были самодостаточны историю не надо было заканчивать она уже была закончена по сути всей этой части и в помине бы не было если бы не бредовая пятая часть которая повернула фнаф в таком вот странном направлении и добавила этих бесполезных персонажей которых же надо было как-то вывести из сюжета ну и вот вам фнаф 6 где их сжигают ну и до кучи добавим вот типа спринк рапа и типа марионетку а то два аниматроника как-то маловато конечно очень слабенько для последней части если бы эта часть была последней of ultimate custom night вышел в 2018 году здесь скотт уже решил совсем не париться помните настройку вашей собственной ночи в старых играх фнаф 7 это одна такая большая настройка со всеми персонажами что когда-либо были во франшизе и не сказать что это скучно для каждого аниматроника тут своя тактика за кем-то нужно следить на кого-то лучше не смотреть а кому-то лучше дать взятку в размере пяти монет чтобы отстал ну как там с деньгами единственная проблема это все не страшно и даже не из-за халтур на сделанных скримеров делая что вот по ходу просто брал 3d модель и мышкой так а в целом из-за отсутствия атмосферы ужаса и слишком нагруженного геймплея 50 аниматроников если их всех выставить на максимум ваша клавиатура превратится в пианино а на экране будет происходить какой-то араб фаник и казалось бы лайтовая игра без какого-либо смысла но даже тут фанаты нашли скрытый сюжет что это все кошмары уильяма автона его персональный ад примерно через месяц после релиза этой игры скотт связывается с разработчиками из steel wool studios с предложением ремейкнуть первую часть фнафа но теперь в виртуальной реальности результат так сильно понравился скоту что он такой и по итогу в игру были добавлены ремейки всех пяти частей фнаф help wanted у меня не было возможности протестировать это вверх не нахо вот неплохой гарри однако множество критиков положительно отзываются на дороге называя ее одной из лучших в жанре хорроров виртуальной реальности заговорить конечно круто если бы скотт снова не добавил сюда сюжет оказывается это не просто старых на вяре а это хитрый план корпорации зла под названием фредди фазбер чтобы замести следы мол вокруг их ресторана входили всякие ужасные слухи и некий инди разработчик их оклеветал но это конечно да ладно это все неправда и чтобы доказать это компания фредди фазбер сделала данную вяр игру в которой типа высмеивать слухи потому что при выбирает успех по моему правильно того а еще они нашли сгоревшего спрингтрапа после шестой части подключили его микросхему компу а тот бац и в игру переселился и теперь уильям афтон в образе упоротого зайца бегает по виртуальной реальности и хочет войти в ваше тело чтобы выбраться через него вот я не знал кстати нет ну что этот уильям афтон за крепкий орешек перемололи пружинами в костюме выжил сожгли выжил еще раз сожгли еще раз выжил только теперь как вирус в игре сколько можно в этом и кроется главная проблема всех частей что были после 4 скотт пытается продолжать сюжет и двигаться дальше по таймлайну но по итогу это приводит к подобному бред не вообще мне кажется ему стоило бы уже дропнуть фнаф с своим сюжетом и перейти во фнаф книжный если он так и не сделал по моему он подобное сделал я вроде у меня в голове хоббон тут уже был не продолжение фнафа предыдущего а началом новой ветви фнафа который идет вместе с книгами по крайней мере на мой взгляд это так было я не знаю насколько на самом деле кто сейчас активно следить можете сказать но вообще вроде как книгах там новые персонажи там вот это все вот это все вот это все и подобное и рассказывается как раз в help wanted или нет хотя идея с инди разработчиком который пытается оклеветать компании это прикольно это прикольно можно было бы как раз ретроперспективно исправить ошибки прошлого фнафа сказать что вот это все что инди разработчик сделал у себя все это херня постная потому что он сам это приду ну короче с этим можно было бы поиграться и привязать это книгам и сделать новую ветку сюжета связанную с нафом но при этом не продолжающую сюжет мне кажется это был бы лучший вариант но видимо скотт решил так не делать а может и сделал опять же я думал что так и произошло но вот чувак говорит персонажи постоянно возрождаются и вводятся новые еще более бесполезные и даже новый фнаф 9 которые не так давно анонсировали тоже будет очередным продолжением с новыми персонажами в каком-то громадном торговом центре и чет мне кажется опять выйдет бред в стиле пятой части но на мой взгляд лучшее решение для франшизы вернуться к истокам не выдумывать эти глупые продолжения про очень умных роботов которые с тобой разговаривают а подробнее рассказать о событиях происходивших в первых играх погрузить нас в ту историю и рассказать ее нормально непосредством пиксельных а так он и сделает выходит же фнаф плюс мы потом посмотрим с тобой его видосы но фнаф плюс выходит примерно это и хотят сделать а через диалоги через персонажи буквально на фуни буквально там пару дней нет ну где-то с недельку назад вышел какого как раз в наф плюс мы с тобой его опять же поглядим там вот это и хотят не продолжение фнафу нужен ребут вы спросите то есть ты предлагаешь франшизе топтаться на месте ну главное как это сделать первые части фнафа за счет своей атмосферы обладают невероятным потенциалом что уже сто раз доказали фанатские игры да 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 просто посмотрите на эти фанатские ролики в стиле реальных выступлений аниматроников с видеокассет это необычно это по-настоящему жутко а эффект зловещий долины работает на полный один такой фанатский ролик атмосфернее всего что делал скотт за последние пять лет вот другое видео где уильям афтон звонит новому охраннику и в разговоре проскакивает момент что по ночам пиццерию следует держать в холоде да 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 вот это было бы круто если бы они продолжали тему того что тебя пытаются скрывать то что происходит как-то по обманывать тебя это было бы интереснее а то что они напрямую говорят чтобы тела внутри аниматроника да 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 реально классная мысль которая многое объясняет именно такие детали и делают фнаф дальше всех зашел канал squimpus макгримпус там вообще чуть ли не сериал в таком стиле вхс сюжетом основанным именно на оригинале посмотреть after the restaurant opens back up some of our returning patrons might be confused about the changes where did fredbear and spring bonnie go who are these two characters in a situation where you are asked anything along these lines here is what you say in reply fredbear does not exist spring bonnie does not exist nothing happened to anyone he does not exist не знаю как у вас да у меня мурашки пошли да 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 это новое видение фнафа и как по мне самым лучшим развитием для франшизы является кинематограф слухи о фильме по фнафу ходят еще со времен 3 насчет кинематографа спорно не думаю что фильм по фнафу будет хорошим они части ведь это же отличная идея я только представьте если бы нам рассказали подробную оригинальную историю про укус 87 про серийного убийцу и все это с реалистичными съемками аниматроников как в этих видео на ютубе до это был бы шедевр одну во первых может быть это было бы неплохо шедевром вряд ли но не думаю что это бы сделали хорошо ремейки обычно так а что там на деле происходит с фильмом доподлинно неизвестно может его вообще не будет ну а скотт продолжит выпускать фнаф 9 фнаф 10 фнаф 11 фнаф 57 и не понимая за что люди полюбили оригинальные я очень жду того чтобы его перезапустили надеюсь вам понравился данный разбор франшизы фнафа так вот в принципе я солидарен хорошо что он согласен со мной я согласен с ним насчет фнафа который нужно перезапустить на в плюс я очень надеюсь что они продолжат в нем что-то мы его потом посмотрим потом оценим потом обсудим я высказал по пути все что я думаю об этой всей теме я согласен полностью на мой взгляд 1 2 3 фнаф и 4 фнаф самые лучшие при этом 2 самые лучшие технические 4 самые лучшие по страшности 1 такой знаешь самый атмосферный для вот начала 1 атмосфернее 2 я бы сказал и 3 просто неплохая вот такая серединная часть по ней больше всего теории мы с тобой делали а в я согласен я полностью согласен надеюсь согласен и ты прости микрофон есть не согласен напиши в комментариях а пока на этом все всем пока до скорого удачи